Орлят Россия – это крепкое и нерушимое содружество. Рожденные в Советском Союзе люди точно знают, кто такие октябрята. В их ряды могли вступить только прилежные ученики. Они должны были достойно носить это почетное звание. Прилежно учиться, любить труд, помогать старшим, быть честными, смелыми, ловкими и умелыми. Времена поменялись, а ценности остались. И сейчас в севастопольских школах можно вступить в ряды Орлят России – аналог советских октябрят. Эта организация также нацелена на формирование духовно-нравственных ценностей у младших школьников. На церемонию посвящения пришли 400 первоклассников из 7 школ. 33, 42, 19, 14, 25, 28 и гимназии номер 8. В этом финальном посвящении участвует рекордное количество классов. Потому что мы раньше проводили посвящение в течение этого учебного года в Доме офицеров Черноморского флота. И нам не позволял Екатерининский зал вместить туда сразу полсотни и даже больше человек. Поэтому здесь, пользуясь прекрасным майским днем, пользуясь тем, что наконец-то треки все, 7 треков, завершены в этих классах. И опираясь на то, что это для первых классов все-таки, да, очень хороший праздник должен быть, мы устроили во флагманской школе номер 33. Каждый класс предварительно прошел внеурочные занятия, направленные на формирование ценностных ориентиров у детей. И только после этого посвящение в Орлята России. Все ребята очень ждали этого дня. Сейчас им не больше 7 лет, однако они уже понимают глубину ответственности этого гордого звания. Важно для меня стать Орленком в России. Почему? Ну, потому что помогать людям надо, заниматься спортом. Ну, потому что слово Орленок, ну, как-то круто звучит для меня. Я еще мечтаю летать, а Орленок тоже летает. И поэтому мне нравится это слово Орленок. После поднятия государственного флага звучит гимн нашей страны и песня «Легендарный Севастополь». Первоклассники произносят клятву и получают заветный символ всех Орлят России. Вступая в Орлята России, дети обязаны соответствовать этому гордому званию. Теперь они будут носить вот такой значок. Он символизирует единство всех Орлят и означает, что теперь эти дети будут служить примером для других. Церемонии посвящения в Орлята проходят каждый месяц. За этот год в Севастополе их ряды пополнили около 4000 первоклассников. А это значит, что юные патриоты вырастут активными, сознательными людьми, которые беззаветно будут любить нашу Родину. Дана Турта, Андрей Вовк, Новости Севастополя.